Время прямого эфира с главой округа на нашем телеканале обратился житель Люберец с жалобой на состоянии внутридворовой детской площадки. Мы откликнулись и решили выехать на место, чтобы увидеть все своими глазами, а также показать это вам. Все подробности далее. С 2011 года Алексей Винниченко с семьей проживает в этом доме. Как утверждает мужчина, здесь раньше были установлены беседка, песочница и разные детские игровые конструкции. В апреле их снесли, засыпали поверхность камнем и забыли. Здесь, смотрите, показываю камни. Непосредственность. Один падает и разбивает голову очень легко. Скальпированные раны, переломы и так далее. Дети играют в догонялки, вылетают в футбольные мячи. Поэтому от травм, никто не застрахован. И травмы здесь уже были и будут продолжаться. Многодетная мама Алети Кезина также недовольна состоянием внутридворовой детской площадки. Она признается, что вынуждена возить своих детей на безопасные и обустроенные игровые зоны в соседние районы. Посмотрите на эту площадку, где здесь можно гулять с детьми. Гулять абсолютно негде. Хорошо, благо поставили коробку, но не доделали. Сколько мальчики ждали, любители играть в футбол. Они просто попадали по машинам, то есть машины страдали. Жителей волнует один вопрос. Когда начнут благоустраивать внутридворовую детскую площадку? 10 июля мы начинаем этот двор. То есть заходит туда подрядная организация, которая будет осуществлять установку детской игровой площадки. Окончание работы я вам сейчас сказать не могу, потому что мы не знаем, вдруг 11 июля пойдет дождь и будет с утра до вечера лить дождь. Но наши планы в любом случае до 30 августа. Мы заканчиваем все виды работы. Это не только относительно детской площадки, это относительно всех остальных видов работы. Это посев газона, посадка саженцев и установка освещения. По словам Марины Зинкиной, на сегодняшний день в округе установлено 118 детских игровых и спортивных площадок. Это 95% от плана. Мария Кузьмичева, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.